Фея. Захар. Это моя мама. Кто это? Это мама. Волшебной феей называет свою мать Захар, которому через пять месяцев исполнится три года. Он попал в больницу по декрету президента Республики Беларусь номеру 18 о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. Как и почти двухгодовалый Владик, которому больница уже на протяжении полутора месяцев заменяет дом. Родители пьют, детей изредка навещают. После больницы мальчишки на полгода отправятся в детский дом, а в дальнейшем пойдут на усыновление. При счастливом стечении обстоятельств вернутся в семью. Сегодня в Солигорской детской больнице под присмотром врачей временно находятся пять детей из группы социального риска. В отделении для новорожденных двое малышей, которые отобраны у матерей решением государственных органов. Через наше отделение в прошлом году прошло порядка 560 новорожденных. Это дети в основном из Солигорского района и из прилегающих районов. Копль, Клецк, Несвеж, Слуцк. Наше отделение является подразделением перинатального центра для оказания специализированной помощи новорожденным детям. Детки у нас до двухмесячного возраста. Маленьким Сашей 18-летняя одинокая мать также не интересуется, говорят врачи. Ведет беспутный образ жизни. Ребенок помещен был к нам в отделение именно по социальным показаниям. Условий для жизни по месту проживания не создано. Но мама и особо не стремится к этому. Будет помещен в дом ребенка для того, чтобы дальнейшая его судьба как-то устраивалась. Как правило, здоровенькие дети, они уходят на усыновления. Районный комитет БРСМ в целях привлечения внимания общественности к проблемам детей, оказавшихся в трудной ситуации, проводит сбор средств и необходимых вещей в рамках благотворительной акции «Милосердие». До 22 июня все желающие могут присоединиться к проекту БРСМ «Молодежь с Олигорщиной детям» и внести свой вклад в доброе дело. По сути, данная акция у нас приурочена ко Дню молодежи. То есть, в данной акции молодежь, то есть, своеобразная жесть доброй воли от лица молодежи, что на День молодежи не только мы будем развлекаться, отмечать данный праздник, но и сделаем что-то доброе, то есть, поможем детям данной категории. Прием благотворительной помощи осуществляется в кабинете 314 Солигорского райисполкома. Памперсы, распашонки, влажные салфетки, шампуни и другие необходимые детям вещи будут переданы в городскую детскую больницу.